Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о турецких учебных заведениях как политическом факторе. Поговорим мы об этом с востоковедом Александром Князевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, оттолкнемся от известной уже истории. Турецкий президент Таип Эрдоган обратился к различным государствам планеты, в том числе Казахстану, с просьбой закрыть турецкие учебные заведения образовательные. Это вопрос, зачем он это сделал? Да, это такая интрига, как бы, да, турецкий президент и вдруг такой рычаг мощной влияния, образование это ведь структура влияния, в любом случае, в любой стране, и вдруг запрещает. Но, я думаю, вряд ли является большой новостью тот факт, что турецкое влияние в других странах, в том числе в образовательной сфере, оно неоднородно, и оно вовсе не обязательно, как, собственно, и для любой другой страны, оно вовсе не представляет интересы Турции. Существует в турецкой новой новейшей истории, существует движение, которое, ну, под разными именами оно существует, и его основателем был известный идеолог исламской сферы, прежде всего религиозной, Саид Нурси, это начало 20 века, последователь которого образовали движение Нурджалар, которая активно работала, работая в Турции за ее пределами, и нынешние образовательные учреждения турецкие, которые мы называем турецкими в Казахстане и в целом ряде других стран, вообще они работают в 140, можно представить себе масштаб, в 140 странах мира, вот, они в основном находятся под эгидой одного из главного, пожалуй, наиболее сильного, наиболее известного, выходцев из Нурджалара, тоже достаточно известная фигура в мировой политике Фетхолаха Гюлена. Значит, вот та первичная идеология, на которой все это базировалось, она как нурсизм, по имени основателя Нурси, называется она в литературе, вот, это идеология усиления влияния радикального ислама в его нетеррористических формах, прежде всего, да, просто в радикальной экстремистской такой форме, вот, и с появлением Гюлена, и с ответвлением Гюлена из Нурджалара, вот, из нурсийского движения, в ней появляется вторая тема, это пантюркизм. Пантюркизм, идея превосходства турок, прежде всего, и Турции, как некоего лидера тюркоязычного мира и распространения тюркоязычного влияния, пантюркизма за пределы тюркоязычного мира. Ну, вот, первично, скажем, на нашем пространстве постсоветском все эти структуры появляются в 90-е годы, и сначала образовательные учреждения, лицеи, университеты появляются в обосновании их появления в таком идеологическом, там везде присутствует идея тюркского единства, да, то есть, ну, это то, что произносится, в самом деле, ненавязчиво через образование внедряются структуры, внедряются, извиняюсь, идеи не един, не столько единства, сколько превосходства, и постепенно это появляется, ну, Таджикистан далеко не тюркская страна, в Таджикистане достаточно много этих лицеев и учебных заведений, в России они работали до начала 2000-х годов, ну, мне доводилось видеть, в России их закрыли после поддержки чеченцев, да, чеченских войн, да, это стало катализатором к тому, чтобы по представлению ФСБ судебными инстанциями России, деятельность Нурджалара и вообще всех этих бюляновских структур, она была запрещена, да, но мне, например, доводилось видеть в начале 2000-х годов в киргизско-российском славянском университете в Киргизии, в Бишкеке, это правительственное учебное заведение двух стран, Киргизии и России, мне доводилось видеть карту тюркоязычного мира, изданную вот этими бюляновскими структурами, где, скажем, в тюркские цвета была закрашена, ну, не совсем, мягко говоря, не совсем тюркская по своему происхождению, Чечня, например, да, а сегодня, вот сейчас Эрдоган обратился к руководству Казахстана, в частности, да, а еще он обратился к руководству, ну, там в этом списке стран, к кому обращена вот эта просьба о закрытии, там тюркских стран, собственно, только две, Азербайджан и Казахстан, да, там Сенегал, Габон, Замбия, Таджикистан. Ну, то есть, тюркский мир в основном Африкой прирастает, да? Это большой проект, Гюлен уехал в свое время в Америку, живет он давно уже, уже лет 30, наверное, в Пенсильвании, да, и совершенно очевидный факт, что он не некий самостоятельный такой спонтанный лидер, который сумел создать учение, которое вот так вот привлекает людей, вопрос еще отдельный, откуда он берет деньги, можно о нем поговорить, да, но совершенно доказанный факт, как говорил Стаббендер, медицинский доказанный факт, что движение Гюлена является инструментом спецслужб США, да, на постсоветском пространстве фиксировалось где-то в конце 90-х годов, что вот в пяти республиках в постсоветской Средней Азии, в Казахстане, единомоментно работало порядка 120 кадровых офицеров ЦРУ, при этом образование выбранной сферой влияния очень интересно, само образование в турецких лицеях и в турецких университетах, оно находится на очень высоком качественном уровне, особенно там, где касается дисциплин, не связанных с политикой, да, это математика, это естественные науки, качественное образование, которому трудно придраться, оно действительно качественное, да, в силу чего очень многие семьи отдают своих детей учиться именно в турецкие лицеи. Гибкая политика в плане оплаты, да? Очень гибкая политика в плане оплаты, там в бедной Киргизии, скажем, бесплатно можно обучить ребенка в лицее, плюс это содержание в интернате, что немаловажно, да, дети находятся под влиянием преподавателей и воспитателей практически круглые сутки в течение недели, да, и уже вводится оплата в тех странах, где есть слой людей более состоятельных, способных платить, хотя цены при этом достаточно невысокие. Но помимо того, что ориентация, ценовая политика вообще на самом деле играет, мне кажется, вторичную роль, потому что одна из задач – это вовлечение в обучение и в сферу влияния этих образовательных учреждений не рядовых людей, а прежде всего представителей элиты. Вот, ну вот, например, я могу привести пример по Афганистану. В Афганистане было создано в 2000-е годы три основных Афган-Туркиш-Интернешнл-Скулз – это Герат, Мазари-Шериф и Кабул. И, скажем, существует, например, практика адресного воздействия. В Гератском, например, в Гератской школе учатся в основном представители афганской и туркменской этнической элиты. В Мазари-Шерифской школе учатся в основном представители узбекской, хотя не только, но в большей степени ориентации на узбекскую этническую афганскую элиту. В Кабуле турецкая школа гератомская более интернациональная, работает с представителями разных этносов, и меньше всего, кстати, с тюркскими этносами. И самое главное, что вот на примере Афганистана очень видно вовлечение в сферу влияния геранистов именно представителей элиты. Для примера, скажем, в гюленовских школах обучились и обучаются в Турции и являются уже фактически проводниками турецкого влияния в ее, именно я хочу подчеркнуть, не правительственного, не государственного, а гюленовского видения в гюленовской интерпретации роли Турции. Дети, например, таких политиков, как генерала Абдура Шида Дустума, одного из лидеров узбеков, Атома Хамаданура, одного из лидеров очень сильных таджикского населения, далеко не тюркского. И вот эта политика, она проводится везде. Что касается финансирования, то с гюленов связаны очень многие очень серьезные финансовые круги Турции, в том числе и компании, работающие в наших странах. Тогда один вопрос. А как получилось, что в какой-то момент интерес вот этой вот сети учебных заведений гюленовских и Эрдогана разошлись? Почему они стали мешать друг другу? Эти проекты могут развиваться параллельно? В рамках усиления турецкого влияния в современном мире? Приход власти партии справедливости, которую возглавляет Эрдоган, и восхождение Эрдогана как политика сначала премьер-министра, потом президента страны, оно входит в противоречие, во-первых, с личными интересами Савогилиана. Во-вторых, Эрдоган при всех его связях, скажем, его как президента, руководителя страны и самой страны с Западом, и член НАТО, и стремление в ЕС, проводник американских интересов. При этом Эрдоган старается проводить по многим позициям политику, не совпадающую с интересами Запада. В свое время, например, Эрдоган жестко отказался от предоставления воздушного пространства для нанесения планировавшихся, предполагавшихся ударов по Ирану, понимая важность взаимоотношений с Ираном для интересов Турции. В свое время, во время войны, августовской войны восьмого года в Грузии, Эрдоган, эрдогановская Турция отказалась, препятствовала вхождению в Черное море американских военных кораблей. Да, и есть много таких эпизодов, когда Эрдоган проводит относительно самостоятельную политику, это не нравится. Велен в этом смысле более управляемый. И вот очень интересный момент, связь с исламом. То есть партия Эрдогана квалифицируется многими как исламистская, и очень многие теркологи и наблюдатели отмечают рост значения ислама, в том числе и радикальные какие-то формы, самой Турции. Но при этом Федгулла Гюлен, он тоже является не чужд, скажем так, и фактору исламизации, и в том числе и в радикальных определенных формах, но у Гюлена в большей степени все-таки вот есть акцент на этническое превосходство, чего, скажем, на мой взгляд, нет у Эрдогана. И по сути в самой стране они являются антиподами. Есть известное дело Эргеникон, когда сначала это началось с вопросов, связанных с коррупцией, и было арестовано представители гюленовских структур, очень много в военных структурах, в Министерстве обороны, в спецслужбах Турции, которые работали против правительственной политики, работали в интересах... То есть их было такое большое количество, что непонятно, кто-то проводил правительственную политику. А в том-то и дело, что гюленовские структуры, они в этом смысле работают, такая сетевая структура, они работают очень сильно в госструктурах, и находясь в другой стране, очень трудно отделить, это являются те или иные действия, они являются правительственной политикой Турции, или они являются политикой гюленовских структур, потому что люди занимают должности в госструктурах, они являются правительственными чиновниками, но при этом они проводят политику не эрдегановскую, не правительственную политику. Именно вот этим и объясняется призыв Эрдегана к закрытию вот этих центров влияния, агентуры влияния Гюленовской за пределами страны. На ваш взгляд, как Казахстан отреагирует на такую просьбу? Ну, 100% прогнозировать трудно. Дело в том, что за прошедшие вот уже 25 лет распространения этого влияния, Гюленовский структуры за рубежом во многих странах сумели добиться очень сильного влияния в том числе на правительственные структуры разных стран. Я не берусь сказать, насколько сильное их влияние в правительственных кругах во власти в Казахстане, вот, но можно уверенно говорить о том, что противодействие решению, скажем, о закрытии, если таковое решение будет принято властями Казахстана, противодействие будет достаточно сильным. Ну да, тем более, если подойти с формальных мерок, да, то есть, математику знают, химию знают, физику знают, за что закрывать, ведь, получается, по своему профилю, позиции прочие. Да, это противодействие может получить очень сильную поддержку со стороны родителей, скажем так, учащихся, да, со стороны учащихся и их родителей, окружения, вот, то есть, они слишком глубоко внедрились, они слишком глубоко внедрились и слишком тонко работают. Это очень изумительно тонкая работа, да, когда образование ведь очень важный фактор, да, если взять рядового человека, для него важно, он не видит проникновения идеологии вот этой в ребенка, да, он не понимает, к чему его ребенка готовит. И потом, это же не большинство детей, большинство детей, заканчивающих эти школы, они, в принципе, да, они подвержены турецкому определенному влиянию, они видят в Турции флагман, но не в Гелене, а в Турции в целом, они привержены турецкой культуры какой-то определенной. В этом нет ничего, на самом деле, может быть плохого, да, но определенная часть, она попадает в элиту, она начинает влиять на принятие политических решений в своих странах. Опасна вот эта сторона, но эта сторона большинства общества, она незаметна. Большое спасибо. Мы говорили о турецких учебных заведениях как факторе политического влияния, и о том, что там тоже есть противоречия. До свидания. До свидания.